не могли открыть так сейчас сделаем тут вот так вот надо сделать до господи отбросы природы знаете кто это отброса природы. Блядь, ну что ж такое. Чувствую мой фонд золотых цветов сегодня пиздец как повысится просто. Я прям предвкушаю, что походу, блядь, будет весело. Будет весело. Сейчас я походу фонд золотых цветов просто сформирую сегодня и все. Кто это отброса природы? Кстати, спасибо, ребят, за донатик. Донатики что-то стали редко приходить. Давайте поднажмем в конце концов, что так тухло прям, что так печально все. Спасибо за совет, надо будет тех, кто записывает ЭГФ, ФЭГ и ТК заказать интервью с зубной фей. Дмитрий Николаевич, отбросы природы. Еще какой. А Герман Шаевич? Да. Кто кричит да, кто кричит нет, это в зависимости от того. А по мне все сказали да, а в Герман Шаевич в тишине нет. Слушайте, мы все отбросы природы, если нам больше сорока. Мы природе больше не нужны. И она придумывает, как нас выкинуть из жизни. Одно и... Тоже, какая же это, блядь, чушь. Да нихуя эта несчастная, блядь, природа не думает и не собирается, блядь, никого никуда выкидывать. У всего живого есть своеобразный цикл. По сути, когда ты высрал потомство, дальше твоя жизнь становится бессмысленной, по сути, своей. Потому что смысл жизни в ее бесконечном перерождении. И как только ты переродился, по сути, ты становишься не то, что ненужным, но если ты больше не производишь потомство, то ты становишься бесполезным с точки зрения вот этого цикла перерождения бесконечного. Но это не значит, что природа тебя пытается убить. Просто у всего есть свой срок. Мы просто изнашиваемся к этим годам. Спасибо большое! Он в тот самый момент сегодня лютует просто. Смотрите, закидал меня буквально уже жирными донатиками. Он сегодня у нас в ТОПе стрима. Прямо избранные видео. У него хохол, у тебя мало что. Ну, а почему бы и нет? Ну, давайте посмотрим. Почему же эта природа нас собирается, блядь, выбросить? Почему? Блядь, тоже... Но они, видите, они воспринимают природу как некую живую сущность. Вот как природа-мать. Самых старых оружия природа инфекции не давала людям дожить до сорока. Родил ребенка, все. До свидания, умри от кори, от пневмонии, от туберкулеза. От чего хочешь, только умри. Мы это оружие победили. Даже у чувака стоит такой, что за хуйня он нанесет такой. Посмотрите на это лицо. Вот она говорит. Посмотрите, как он реагирует. А нет, туберкулеза. От чего хочешь, только умри. Смотрите. Мы это оружие победили. Забрели. Такой... Типа, что, блядь? Господи, какая же, блядь, сука, чушь. Ой, сука. Люди вот, блядь, реально, вот Карлин за детей говорил. Взрослые люди смотрят это. Даже, блядь, не задумываются над тем, что за хуйню она несет, блядь. Какую чушь она несет. Люди раньше умирали не от того, что они уже родили, и у них тут же начинаются инфекции. Дети тоже умирали, блядь, потому что просто медицина не была развита, а не потому что природа так решила, блядь. Господи, какой бред. Биотики и вакцины. Но природа хитрая. Мы ей по-прежнему не нужны. И она изобретает новые и новые средства убийства. Она цивилизацию принудила к тому, чтобы мы стали толстыми. А тут что же вы все рассказали-то, Герман Шайвич? Толстыми. Ждем первого года. Вот это да. Скандал на первом канале, нахуй. Спойлеры в прямом эфире. Да, именно природа нас сделала толстыми, чтобы побыстрее от нас избавиться. А они, блядь, наш образ жизни и наше, блядь, общество потребителей. Именно природа в нас это заложила, да. Зачем? Мы уже об этом сказали. Как вас зовут? Таня. Танечка, сколько вам лет? Пятьдесят два. Пятьдесят два. Таня, вы отброс природы. Вот как-то не хочется. Блядь, сука, какой кринж, нахуй, блядь. Сука, Таня, вы отброс природы, блядь. Спасибо, нахуй. Господи, блядь. Какая ж, сука, чушь. Хочется, не хочется. Дмитрий Гал, задайте вопросы, Таня. Да. Каков вес ваш, Таня? Ой, вес девяносто восемь. При росте? Сто пятьдесят. Ну, не надо пиздеть девяносто восемь. Ну, ну, блядь, девяносто восемь. Прекрасное сочетание. Значит, отброс природы точно. Что хорошего? Что ты успела сделать в своей жизни хорошего? Хорошего? Да. Дочь вырастила. Так. Когда, ведь сколько лет было, когда дочь родилась? В шестьдесят... Ой, в шестьдесят втором она родилась. Мне было двадцать два года. Двадцать два года. Значит, ну, к сорока уже все. Готова была. В смысла нет. А еще что-то хорошее? Я не понял, в каком году она родилась. Нет, нет, нет. Я не знаю, не то. И дочь через сколько лет? Спокойно, Гера. Это я свое. Волнуется, Таня. Это Таня родилась в шестьдесят втором, а дочка в восемьдесят... В шестьдесят... Ну, свойственное для отбросов природы явление ошибаться постоянно и оговариваться. В двадцать два я ее родила. В двадцать два. Так, было. Ну, что еще хорошего? Что еще хорошего? Работаю. Так. Ну, уже же никакого прогресса. Раньше шла по служебной лестнице, теперь уже... Блять, отсутствие прогресса, это ваша ебанутая, блять, передача, нахуй. Вот это реально, это не то, что отсутствие прогресса, сука, стагнация абсолютная, деградация полнейшая просто. Я не знаю, как это назвать. Господи. Ох, пиздец, какая же чушь просто прядь. Да, стопорилась, возможно, даже уже на ступеньку вниз, да? Ну, в общем-то, да. Есть, да, есть, да. Есть такое. Есть такое. Словом, смотрите, все понятно. Значит, наша Танечка, вот здесь устанавливается, здесь позиция для установления отбросов природы. Таню на помойку, все, хватит. Давайте, вы, блять. А вот так, стойте ровно. Таню завалило. Это помойка, куда нас природа... Блять, что это, нахуй, вы ебанутые, что ли? Что я, блять, сейчас смотрю, что это за пиздец? Там гандоны какие-то использованные, господи. Ёб твою мать. Ей хоть заплатили что-нибудь за этот пиздец, а? Ебанутся просто. Господи, какой, какая кринжатина, блять. Выбрасывает после сорока. Итак, Таню природа отправила на помойку. Каким образом природа собирается Таню выкинуть из жизни? Кто догадался? Ой, блять, пиздец. Лишний вес. Лишним весом, конечно. Мы ждем второго гостя. Как вас зовут? Я Людмила. Откуда вы к нам приехали? Я приехала с Украины, но сейчас живу у сына в Москве. Вы в связи с событиями, вот с этими грустными? Нет, нет, нет. Раньше, да? Ну и хорошо, что приехали. Кто-то там остался? Дочь? Дочка там? А че он не приезжал? Ну пока я нужна здесь, в Москве. Привет, привет, ребята. Привет всем, кто приветствует. Но если есть в кармане пачка сигарет. Курить здоровье вредить? Брат, я бросил уже вот с августа, не курю уже сколько получается? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Почти полгода уже не курю и тебе советую. Бросай ты эту гадость, не надо себя травить, дольше проживешь. Ну чуть-чуть давайте еще посмотрим, мне интересно, что на эту тетку сейчас скинут. Ну хорошо. Ну смотрите, и так лишний вес. Почему мы так уверенно говорим, что лишний вес нашу Таню уничтожит? Вот ее видите, как завалилась головой. Блядь, там сидит аудитория пенсионеров. Неужели, если им просто сказать, что типа, блядь, лишний вес-то плохо, обязательно нужно было вот именно вот заваливать говном людей, блядь, зачем? Мне кажется, это просто сделано ради рейтингов. Это просто тупо ради рейтингов. Потому что я помню, как в 90-е шла передача «Здоровье», ее вела Елена Малышева, и там не было такой шизы. Она просто рассказывала о вреде курения, о вреде алкоголя, о том, как нужно беречь свое сердце и так далее и тому подобное. То есть все вот эти базовые медицинские советы, которые все врачи дают своим пациентам. Передача. Елена Малышева выступала тоже в роли, не то что в роли врача, но тем не менее у нее был такой имидж, что она вроде как баба, которая шарит за здоровье, вроде как она там академик и так далее. А вот эта дресня, мне кажется, после того, как, помните, где они там головку члена делали там со свитером, и это попало в плюс 100-500, еще куда-то, и, собственно, распиарили, и вот как раз шел за счет вот этого вот кринжа, мне кажется, они после этого просто начали вот бесконечно вот такую парашу гнать, просто чтобы это разбиралось на мемы, чтобы это обсуждалось, ну и, соответственно, чтобы таким образом дать рейтинг и как-то привлечь аудиторию к этому говну. Как по мне, жалкое зрелище, если честно. Лучше бы это была обычная передача для пенсионеров, где рассказывалась бы всякая вот эта таблеточная компрессионная хуэрга, которую любят тетки, у которых, знаете, есть тетки, у которых там полшифонера занимают таблетки, и они там сидят, кайфуют с этих всех бесконечных лечений, там у них во все дырки, блядь, заняты свечами. Ё, твою мать, красотища какая! Спасибо большое! Мне не тягаться с тем самым ментом, ну хотя бы... Да, блин, спасибо большое тебе, брат! Тебе не надо ни с кем тягаться, ты и так самый топовый оффлайн-донатер вообще, так что у тебя особые регалии. Ну, короче, эта хуйта, как мне кажется, просто уже создана ради рейтингов, и на это смотреть печально. Лучше бы это была просто скучная передачка про здоровье, но хотя бы не было это так кринжово. А так, конечно, стыд и позор, что на федеральном канале показывают подобное, и пытаются вот на подобном выезжать. Насколько же плохи дела у Первого канала, что они ради рейтингов готовы уже буквально на все, в том числе и на том, чтобы выбросить гору мусора на женщину, обозвав ее отбросом природы из-за того, что женщина в свои 50 с лишним лет обладает лишним весом. И никто не интересуется, откуда у нее этот лишний вес. Возможно, она после родов располнела. А так как женщина живет в России, и жила наверняка, когда она родила ребенка, уже были 90-е, и как раз-таки у нее, скорее всего, не было возможности сидеть там 3 года в декрете, как сейчас девчонки некоторые сидят. И, скорее всего, после родов она пошла и шачить на какой-нибудь завод предприятия, где, собственно, и похерила свое здоровье. И некогда ей было, в отличие от современных пищалок, заниматься фитнесами, хуитнесами и прочим. Поэтому тупо просто повесили на человека ярлык, оскорбили его, завалили кучей какого-то бутафорского мусора. И, ну, не знаю, и все это ради каких-то ебаных рейтингов. Ну, стыд и позор. Даже YouTube-блогеры далеко не все готовы так опускаться низко ради просмотров. Тут, короче, однозначно большой дизлайк. Так. Субтитры сделал DimaTorzok